Я даже узнаю Михалкова, когда его вижу, потому что вот он забыл закрыть дверь в свой умственный сортир и тоже тужился на виду, и тоже, в общем, поступил легкомысленно, тоже устроил напрасно этот день открытых дверей. Он, значит, на голубом глазу сидит и заявляет, что шествие в Беларуси – это компьютерная графика, это все нарисовано, этого всего нет. И это, я могу сказать, было даже трогательно, потому что вот как старый барбос, адентированный, ну, уже с полностью выпавшими зубами, но по-прежнему верный. Вот Клыков нет, но он схватил, и голыми, дряблыми, десными тоже он слюнявит этот минский протест, потому что вот он не отстает от рабочих пропагандонов, потому что такая вот линия партии схватить и рвать этих белорусов. И он смотрит при этом преданно, вот как всякий очень крупный мопс так увеличенно шевелит бровями. Замечен он хозяином или не замечен с его старанием, типа того, что вот я еще служу, у меня рано в корейский ресторан везти. И вот он лезет узнать, заметил хозяин, хозяин-то заметил, да, но покраснел, потому что старый мопс ослепу вместо тапка приволок обгаженное кольцо на хозяина и, в общем, создал неловкую ситуацию. Еще удивляется, что потом его после этого в Кремль не пускают. Что должно было случиться с опытнейшим Никитой Сергеевичем, чтобы разразилась такая трагедия, чтобы такую примитивную ошибку? Он что, не понимает, что минские протесты, брестские протесты, гомельские снимают все телекомпании мира, да? Что 100 трансляций в минуту идет во все концы земли, что действительно это происходящее в Беларуси для мира предельно важно. И вот так вот он, так вот с такой силой выпустить кишечные газы в лужу, это, в общем, надо было ухитриться. Притом я подозреваю, что опять виновата птица Греф, да, которая настучала ему в макушку, ускорив естественный процесс распада. И вот Никита Сергеевич, я бы все-таки рекомендовал, если он позиционирует себя как Бесогона, если он даже как бы пытался купить этот бренд, ему надо прочесть житие Никиты Бесогона, того самого, ну, реинкарнации, которого он себя мнит. И вот там, в житии Никиты Бесогона, есть замечательное место. Тогда блаженный отгрыз язык свой и выплюнул его в грязь. Да, да. Ну вот мы видим, правда, что он не один, потому что отворенная осталась дверь в сортир федерального российского канала. Там нашелся знаток черепашьего секса, который в припадке дикого ханжества заявил, что в Дании практикуют в специальных заведениях секс с черепахами. Вот для того, чтобы это сказать, надо самому быть самцом черепахи. Потому что я вообще не помню, чтобы раньше депутатские мандаты давали бы самцом черепахи. Все-таки это было даже... Много вы не знаем, Александр Ильич. Да, да, да. Это покруче, конечно, плоской земли лозы. И тоже ведь человек с значком... Знаете, вот вы сейчас рассказываете, рассказываете, и я понимаю, что лоза-то, в общем, отличный парень. Да, да, в общем, да, потому что... Так нет, я тебе могу сказать, вот это все вводит в заблуждение. Смотришь на них, значок, костюмчик. И вроде бы, как бы, и человек симпатичный. Ну, знаешь, как Ваенга. И мыло вроде не ест. Да, да, как Ваенга, которую может считаться певицей до того момента, пока она не запела. Вот как только это происходит, на этом заканчиваются все иллюзии.